Было время, когда диетологи с большим энтузиазмом относились к белкам. Сто лет назад надежд, возлагаемых на белки, было в два раза больше, чем сегодня. Пик интереса к белкам пришелся на 50-е годы прошлого столетия, когда ООН определила, что нехватка белка является серьезной, распространенной во всем мире проблемой. Считалось, что существует дефицит белков, с которым необходимо бороться. Это, конечно же, было на руку молочной промышленности США, которая получила возможность реализовывать в странах третьего мира избытки послевоенного производства сухого молока, вместо того, чтобы просто их уничтожить. Но такая политика привела к большому белковому фиаско. Была выявлена болезнь недоедания под названием квашаркор. Предполагалось, что к ней приводит недостаток белка. Эта болезнь была открыта доктором Сисели Уильямс, которая вторую половину своей жизни потратила на развенчание собственных первоначальных выводов о причинах этой болезни. Как оказалось, не существует реальных доказательств белковой недостаточности. Настоящая причина квашаркора до сих пор остается невыясненной. Однако результаты изучения трансплантации фекальной микробиоты позволяют предположить, что причинным фактором могут быть изменения в кишечной флоре. Но как могли нутриционисты сделать настолько неверное заключение? Одна редакционная статья известного издания, посвященная исследователям, начинается с таких слов. Беспристрастная объективность ученых — это миф. Ни один ученый не занимается лишь целенаправленным поиском истины. Любого ученого в не меньшей степени интересуют исследовательские гранты и профессиональный успех. Диетологи на самом деле могут бороться с проблемами недоедания, однако им также необходимо зарабатывать на жизнь любыми способами, которые они находят приемлемыми. Это неизбежно подталкивает исследователей к тому, чтобы изыскать доказательства важности их собственного предмета исследования и их базового нутриента, которым и был назван белок. Однако наука в конечном итоге одержала победу. И в 1970-х годах произошла существенная переоценка потребности человека в белке. Она-то и перечеркнула одним розчерком пера так называемую белковую недостаточность и уничтожила теорию пандемического белкового недоедания. Норму потребления белка детьми понизили от рекомендуемых 13% всех потребляемых за день калорий до 10%, затем до 7% и, наконец, до 5%. Однако и сегодня есть люди, одержимые белковой идеей. Те же, кто пропагандирует палеолитические диеты, борются за белковое дело, исходя из эволюционной перспективы. Хорошо, давайте зададим вопрос. Что является идеальной пищей для людей? Такой пищей, которая в течение миллионов лет была специально адаптирована для наших нужд, содержащая идеальное количество белка. Такой пищей является женское молоко. И если бы высококачественный белок был главным среди всех питательных веществ, необходимых для роста нашего большого по объему мозга, то можно было бы ожидать, что за последние несколько миллионов лет эта тенденция явственно отразится в составе женского молока. Тем более, что младенчество – это период самого стремительного роста в жизни человека. Но это явно не так. В женском молоке наблюдается один из самых низких уровней содержания белка по сравнению с молоком других млекопитающих. На самом деле, в нем, возможно, самая низкая концентрация белка среди молока всех животных – менее 1% белка. Это одна из причин, по которой кормление младенцев неразбавленным коровьим молоком может быть весьма опасно. Уровень содержания белка в материнском молоке описывается как чрезвычайно низкий, но это совсем не так. Его ровно столько, сколько должно быть. Это естественный, нормальный уровень для представителей человеческого вида, выработанный на протяжении миллионов лет. Взрослым в день требуется не более 8 или 9 десятых грамма белка на килограмм веса. Так что это все равно, что ваш идеальный вес в фунтах умноженный на 4, а затем разделенный на 10. Так, для человека, чей идеальный вес составляет 100 фунтов, 45,36 килограмма может потребоваться до 40 граммов белка в день. В среднем для человека с таким весом, вероятно, достаточно около 30 граммов в день, что составляет 0,66 грамма на килограмм веса. Но мы называем цифру 8 или 9 десятых граммов, поскольку все люди разные, и мы хотим охватить большую часть колоколообразной кривой графика. На самом деле, люди чаще страдают от избытка белка, нежели от его недостатка. Среди побочных эффектов, связанных с долгосрочными диетами с высоким содержанием белка, можно назвать нарушение баланса кальция в костях, нарушение функции почек, повышенный риск развития рака, расстройства печени и обострение коронарной болезни сердца. Таким образом, в настоящее время не существует убедительной научной основы для показаний к потреблению белка выше рекомендуемой дневной нормы в силу потенциальных рисков заболеваний. Субтитры создавал DimaTorzok